Давайте еще поговорим о Путине и его визите в Дагестан. Мы сейчас покажем эти фотографии. Вот зачем нужна была эта вообще поездка? И действительно ли Путин отправил своего двойника туда? Конечно, двойник. Но слушайте, все знают, как отличить Путина живого от двойника. Очень просто. У двойника руки-ноги очень шустро действуют. У него правая рука у двойника в порядке. А у настоящего Путина правая рука висит как плеть. Вот раз ключевой признак. И второй ключевой признак – это Путин не может говорить не покашливая. Что-то видно у него с горлом совсем беда. Он прям покашливает, 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 покашливает. И прямо можно сравнить. Вот выступление живого Путина и все время кашляет. А вот выступление двойника не кашляет и несет ахинею. Понимаете? Вот как бы настолько все это очевидно. И вот я не устал повторять, что всякий, кто говорит, что у Путина нет двойников, этот хитрый человек работает на путинский режим. Ну или, если угодно, этот человек так боится путинского режима, что не признает, что есть двойники. Он тем самым надеется, что ему Путин его со своей комарилей не будет мочить, не знаю как, преследовать, еще чего. Ну так себе отмазка, правда? А что вообще хотели показать кремлевские политтехнологи этой поездкой? Зачем она нам нужна была? Ну как, Путин должен встречаться с народом. Вы видите? Просто Зеленский его каждый раз переигрывает со страшной силы. Остров Змеи. А сколько уже Зеленский там под Бахмутом был, там на фронте, сям на фронте. А у Путина что? Вот эти странные поездки в ночной Мариуполь. Господи. Ну там очевидный двойник за рулем был. Дальше, так сказать, почему очевидно? Потому что навстречу какой-то КамАЗ едет случайно. Ну как это может быть? Ну когда Путин ездит сам, там же все оцепляют за два часа. До и после. А кто вдруг какой-то КамАЗ едет? Вы понимаете, да? Ну вот и где? В Мариуполе. Тут по Москве-то Путин, чтобы проехал, все оцепляют вдоль и поперек. А в Мариуполе. Вот понимаете, настолько все это очевидно, что как только ты начинаешь анализировать, все прям видно. Ну а для чего они делают? Для пиара. Для чего? Они пытаются изобразить, что Путин не в бункере заперся, а, так сказать, где-то разъезжает и где-то встречается. Потому что на Путину же прилипло уже эта кличка бункерный. Бункерный, бункерный, бункерный. Уже наконец дошло, что ну надо как-то, так сказать, что-то противопоставить этому вот бункерному имиджу. Ну вот так вот они жиденько пиарят. Ну, кстати, о страхах Путина давайте и поговорим. На этой неделе журналисты-расследователи опубликовали фотографии бронепоезда Путина. Все в привычной для Путина роскоши. Журналисты писали о том, что в поезде есть и комнаты отдыха, и спортзал. Вот хочу вас спросить следующее. А почему Путину это? Зачем вообще этот Путину поезд? Знаете, короля играет свита. Всю эту роскошь Путину навязывает вся его, так сказать, комарилья. Ну, типа, ты царь, у тебя все должно быть подсаснет. Я думаю, что он не вникает, и вот на дизайн ему наплевать тотально. Был какой-то фильм про Путина вот в начале его этой карьеры. И, по-моему, его Виталий Манский даже, по-моему, делал. Могу соврать, документалист. И они, по-моему, подходят с Путиным к окну, где-то там в его кабинете в Кремле. И Манский его спрашивает, а что за окном-то у вас, Владимир Владимирович? А Путин говорит, да я не знаю, я и не выглядывал ни разу. Вы понимаете, поселиться в Кремле и не выглядеть ни разу из окна в Кремле, это насколько надо быть таким деревянным буратино, которому вообще все до лампочки. Ну, согласитесь, вид из того окна в Кремле, ну, такая крутая эмоциональная штука. Ну, если уж ты взял Кремль, а он там уже несколько месяцев работает, ни разу не подошел, не посмотрел, что в окно, да неинтересно. И тут не надо говорить, что это безопасно, что он боялся. Да нет, ну, в 2000, в 2001, в 2002 году Путин так уж особо не боялся, и уж точно он не боялся подойти к окну в Кремле. Ну, прям сто процентов. Поэтому это объяснение не прокатит. То есть это реально именно деревянный дятел, который живет совершенно в каком-то другом мире. Ну, кстати, Ленин был такой. Ленин в Швейцарии стоит перед шикарным таким пейзажем, горы, и кто-то его спрашивает, красотища-то какая-то, типа Володя или там Владимир Ильич. Ленин так смотрит на это все и говорит, да как же эти меньшевики нам гадят. Вы понимаете? Вот что видит, так сказать. И вот примерно такая же, как Путина в голове. То есть он, мания величия, там, жажда власти, еще какие-то соображения. То есть он живет вот в этом вот виртуальном мире. Мне кажется, он вот ни в бронепоезде ничего не увидит там, ни в самолете, ни в иллюминаторе. Вот все ему это наплевать. Он такой вот какой-то, это называется норное животное. Знаете, вот в норе окон нет. В норе животное, так сказать, может сидеть сутками, часами. Кролик. О, вот Путин кролик такой. Давайте еще поговорим про ситуацию на фронтах. Украина имеет определенные успехи на бахмутском направлении. Вот как вы думаете, как вот задпатриоты реагируют на эти успехи и доносят ли правду Путину? Да плевать Путину на движение войск на километр туда, километр сюда. Путин, в принципе, обрадовался, что украинское наступление, которого так долго все мы ждали, 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 одни с надеждой, другие с испугом, что оно, в общем-то, так сказать, или не пошло, или пошло медленно. И Путин с облегчением вздохнул. Это было видно в нескольких его вот заявлениях, если помните. И он проговаривался, он говорил, что вот Каховскую ГЭС взорвали, и благодаря этому удалось остановить или предотвратить украинское наступление. Тут он понял, что проговорился, и стал говорить, ну, в том смысле, что мы бы, конечно, разбили это наступление, вот жаль, что не удалось нам, так сказать, так вот остановить этих, так сказать, победить. Но все, слово не воробей, проговорился Путин. Но вот самое главное в этом именно то, что Путин боялся украинского наступления. Мы его очень долго ждали, по-моему, весь май, по-моему, с середины апреля мы его ждали, ждали весь май. Ну, вот в начале июня, так сказать, началось, ну, вот, так сказать, так вот очень деликатно, аккуратно. И у кого-то даже разочарование. На мой взгляд, у меня тоже было такое легкое разочарование, но я тут же, так сказать, думаю, слушай, ну, а зачем на минные поля лезть-то, да? Если не дали ЭТАКОМС, не дали Ф-16. Чем больше, так сказать, украинских мужиков живыми останется, тем лучше, да? Поэтому не надо спешить. Поэтому все как бы нормально, заложник, дело знаю.